Холестерин 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 Вот, поэтому в целом как бы обмен не нарушается, но вот сейчас мы получили некую генетическую прослойку населения с учетом изменения вообще характера питания эволюционно, да, эволюционно основной характер питания какой был, да, деревенская пища, то есть вначале необходимого, да, если мы возьмем первобытного человека, ему нужно было преодолеть расстояние, добыть себе пищу, да, потом ее употребить, потом вновь двигаться. То на сегодняшний день мы получили высококалорийное питание без усердия добычи, все в шаговой доступности. Так хорошо звучит, без усердия добычи. Все в шаговой доступности, поэтому и потреблять стали больше, чем это вообще, ну вот, необходимо. То есть оно не расходуется, нет вот этого смысла, получается так, и получается избыток. А избыток, Татьяна Алексеевна, к чему? Ну, избыток, но вот вообще сам по себе холестерин в организме не существует. Мы уже, Коля, как бы так вначале сказали о том, что да, есть хороший холестерин, есть плохой холестерин, как он делается, да, как он делается в итоге. Значит, холестерин образуется в печени, но образовавшись, он сам не дойдет до строительства той же клетки, тот же головной мост, то есть он передвигается с помощью определенных белков-переносчиков. Это так называемые протеины. А идет через кровь передвигается? Да, конечно, то есть он поступает, часть холестерина идет на образование желчных кислот и участвует в пищеварении, да, то есть наша желчь, это желчные кислоты, которые образуются из холестерина. Дальше, часть идет на строительство клеток, и вот то, что идет на строительство, оно должно попасть в кровоток. Как? Попав в кровоток, вот он сама по себе, эта капелька жира, она не может передвигаться по сосудам. Ее кто-то берет и переносит. И переносит. Да, а вот эти переносчики есть, липопротеиды низкой плотности и высокой. Чем ниже плотность вот этих липопротеидов, это говорит о том, что там белка мало, только его необходимо только то количество, чтобы перенести этот холестерин на строительство чего-то. А самого холестерина достаточно. И когда у нас существует некое равновесие, да, и количество липопротеидов низкой плотности, такое, какое необходимо для переноса того холестерина, того количества, которое образуется, то все хорошо. То есть этот холестерин находит свою точку приложения в организме, он идет на строительство клеточных мембран, структуры головного мозга, на образование гормонов. Кстати, гормоны на 50% состоят, любые, особенно половые гормоны, это холестерин. Но когда его становится больше, этих молекул мало, то ему приходится вот в этих нехватающих молекул упаковываться еще больше, и получается некий такой конгломерат, когда белка нет, а сама молекула большая. Вот это мы только что видели на картинке, и он уже оседает вот такими. И он может продвигаться по сосуду, что он делает? Он, конечно, оседает на стенке сосуда, так начинается формирование бляшки. Липопротеиды высокой плотности. Чем они хороши? Это те протеины, которые извлекают холестерин, да, и его выводят. То есть когда их достаточное количество, это тоже хорошо, да. Но почему они высокой плотности? Потому что там много протеина и мало холестерина. То есть они его вытащили и вывели, вытащили и вывели лишний. Поэтому мы говорим о том, что не должно быть чего-то много или чего-то мало, должен быть некий баланс, да, и правильное соотношение между плохим и хорошим. Поэтому вот появилось такое понятие… Плохой, хороший. Нет, появилось такое понятие, как вот, когда мы оцениваем липидный профиль нашей крови, да, человека, появилось такое понятие, как правильный профиль или неправильный профиль. И вот как раз, опять же, возвращаясь к диспансеризации, не знаю, может быть, то, что это постоянно на слуху, но вот один из условий – это скрининг. На выявление чего? Сердечно-сосудистых заболеваний. И основу скрининга составляет что? Оценить работу сердца электрокардиограмма, оценить липидный профиль, да, уровень атеросклероза и вероятность его развития. Это, конечно, определение, ну, первоначально уровня общего холестерина. Вот, дорогие друзья, липидный профиль. Вот теперь вот я тоже часто слышу эти слова. Но вот сейчас, Татьяна Алексеевна, когда вы объяснили вот эти механизмы, оно становится более понятно, что липидный профиль – действительно отражение вот этой вот системы. Как взаимодействует, да, вся система обмена жиров в организме. Отлично. Вот с этим стало понятнее. Как же следить? Вот каковы нормы холестерина? Когда мы получаем анализ, понятно, что лучше с этим анализом пойти к врачу, но вот даже сами, когда мы видим цифры, какая цифра должна насторожить? Вот я всегда говорю, и вот курсантам часто обучаю, запомните правила руки. Ну вот как-то что-то такое наглядное, но хорошо заперем. Что такое правило руки? Вот для совершенно здорового человека, который не имеет сердечно-сосудистых каких-либо заболеваний, уровень общего холестерина должен равняться не более пяти. Пяти? Да. Первое – пять. Дальше. Четыре. Это что? Это индекс атерогенности. Индекс атерогенности, он особой смысловой нагрузки не имеет, но он тоже участвует в определении… И он в анализе указан. Да. Пять общих холестерин до пяти, да, не выше. Четыре – индекс атерогенности. Три – это липопротеиды низкой плотности, они должны быть не выше трех. Два – это уровень три глицеридов, которые должны быть не более двух. И один – это уровень липопротеидов высокой плотности, которые должны быть больше единицы. Татьяна Алексеевна, а вот если цифра пять, да, такая прям вот холестерин, да? Не выше пяти. Не выше пяти. А если, например, уже пять-один или, не дай бог, шесть или семь, или вот что с этим уже делать? Здесь всегда следующий этап, да, повышен уровень общего холестерина. Следующий этап – нужно оценить профиль вообще в целом, да, посмотреть, за счет чего он повышен. Но чаще всего это бывает повышение либо за счет липопротеидов низкой плотности, вот этих вот наиболее опасных, либо за счет три глицеридов, которые тоже опасны. Липопротеиды высокой плотности, ну, есть такие люди, генетически тоже сформированные, да, но их очень мало. Это те, которые имеют естественную защиту от атеросклероза, ну, так другими словами. Вот, но следующий этап, да, определили, следующий этап – нужно оценить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Здесь существуют специальные шкалы, шкалы риска. Если по шкале риска, вот по этой, это может уже сделать только доктор, да, там с учетом давления, веса, ой, с учетом давления, уровня холестерина и возраста. Если риск невысокий, то тут мы говорим о том, что рекомендации диета, образ жизни, если же мы получаем высокий риск, да, то тут нужно дообследоваться, посмотреть, есть ли бляшки уже в сосудах. И здесь уже мы говорим о том, что необходимо принять решение о назначении соответствующей терапии. Светлана Алексеевна, несколько вопросов, я попрошу вас очень так коротко на них ответить, потому что эти вопросы часто задаются, возможно, вашими пациентами тоже. Действительно есть продукты, которые выводят холестерин из организма, например, овсянка, это правда? Ну, что касается продуктов, которые способствуют выведению холестерина, это любая клетчатка. И чем клетчатки больше, тем лучше. Ну, клетчатка это что? Как раз овсяная крупа и гречневая крупа являются более рациональными с этой позиции. А дальше, много клетчатки содержатся овощи, фрукты. Потребление их не менее 400-500 граммов в сутки. Полезно. Так, смотрим следующий вопрос. Правда ли, что у вегетарианцев уровень холестерина повышен? Бывает по самому по-разному, поэтому здесь это всегда то, что необходимо. Единого мнения нет. Индивидуально смотреть. Смотрим следующий вопрос. На бутылках растительного масла иногда пишут без холестерина. А может ли быть холестерин в растительных продуктах? Значит, что касается холестерин, да, это животный жир. И истинно, холестерин, он присутствует в продуктах животного происхождения. То есть это все мясные продукции. Максимальное количество холестерина содержится в субпродуктах, поэтому мы всегда говорим, что мы их ограничиваем потребление. Красное мясо не более одного раза в неделю. Вот я говорю, шашлык в выходной день, это хорошо. Но тогда всю неделю не надо есть мясо. Ну да, всю неделю, пожалуйста, это мясо, это мясо, белое мясо птицы, это кролик, это рыба, то есть вот мясо красное один раз в неделю. Дальше, что касается этикеток на растительном масле. Там действительно холестерина ноль. Ну почему он из растительного продукта? Его там в принципе не могут быть. Это растительное масло относится к жирам. Почему к жирам? Потому что там содержатся жирные кислоты. Какие? Полиненасыщенные жирные кислоты. Это вот мы много говорим об омега-3, омега-6, да. А вот как раз они содержатся и составляют основу растительного масла. И чем больше в растительном масле омега-3, тем масло считается более качественным. И, конечно, вот если мы выстроим градацию, то на первое место мы, наверное, поставим оливковое, на второе место мы поставим, наверное, рапсовое, на третье место мы поставим авокадо, и на четвертое мы можем поставить микс подсолнечное совместно с оливковым. Вот тот же вариант, как бы. Татьяна Ксения, спасибо вам большое. Сегодня мы говорили о холестерине. В студии у нас была Татьяна Петричко, врач-кардиолог, доктор медицинских наук, главный специалист по медицинской профилактике Хабаровского права.